Доброго здоровья! Еще раз, новая наша встреча сегодня будет посвящена вот этому методу выращивания наших овощных культур, а именно методу защищенного грунта. Задача, как мы уже говорили раньше, получить наиболее экологически чистый, наиболее полезный продукт, а еще позволят получить продукцию на 2-3 недели раньше. И вы будете видеть по этапам, как я это делаю по своей технологии. Сейчас задача такова. Мы будем показывать простейший метод высадки огурцов, как мы это делаем. Ведь все, как говорил Антон Павлович Чехов, все гениально просто. Вот. И мы сейчас увидим для достижения цели, что мы используем. И вот я прошу вас пройти со мной и посмотреть, как мы там это сейчас все будем делать. Ну вот. Вот это как раз вы видите те теплички, которые мы здесь соорудили для выращивания экологически чистого продукта. Сверху вы видите мы натянули шпалеры, чтобы огурчик на опору крепился на специальные тросы. И вот здесь поднимутся через время, вы увидите красивые такие ряды огурцов. Здесь мы используем такие огурцы, как щедрик, гунар. То есть новинки. Будем смотреть, насколько они интересны, насколько урожайны. Хотя я знаю, что они интересны и урожайны. И сейчас использовать будем биоглобин. Это белок, который очень сильно будет воздействовать на образование корневой системы. И вот у меня в руках это Тикамин Макс. Стимулятор роста Тикамин Макс обеспечивает в растениях транспорт минеральных веществ. Помогает росту и развитию культуры. Восстанавливает растения в стрессовых ситуациях. Повышает урожайность и качество продукции. Филипп, пожалуйста, делай сейчас маточники. Столовая ложка биоглобина. Где-то 25 мл Тикамина Макса на 10 литров воды. И вот этот растворчик он будет вливать в каждую луночку. Чтобы там зародилась жизнь из этих биологически активных веществ. То есть это будет чистая органика. А добавлять, Филипп, будет вот этот уникальный биокомпост, который разработан учеными специально для воспроизводства из навоза вот таких вот веществ. Вот смотрите, получается, бактерии переработали так коровий навоз за два месяца, что он превратился вот в гумус. Целебное, уникальное тесто бактериальное. Используем этот компост, живильную силу. Нам самим интересно, насколько будем с вами смотреть, за ростом наблюдать, что получится по вкусовым качествам. А я уверен, что органика дает ни с чем не сравнивые вкусовые качества. Минералка не даст. Но из минеральных удобрений мы обязательно чуть-чуть, у нас же здесь земля, вы видите, песчаная. И поэтому мы сюда будем добавлять удобрения 20-20-20. 20 азота, 20 калия, 20 фосфора. Берется щепоточка двадцаточки в луночку. Берется жменька биокомпоста, живильная сила. И все это вот так вот тщательно перемешивается. И поливается биоглобином вместе с тикамином. И вот так вот буквально будем их под углом садить. Вот под таким закапывать, чтобы вот так добавочные корни под землей появились. Сейчас пока вот краткая справка или экскурсия. Что ж такое огурец? Что мы получаем, потребляя огурчики? Ну, огурчики, мы знаем, что родом они из Юго-Восточной, из Индии, оттуда, из Азии. Овощ, который созревает за 38-50 дней. То есть это считается быстрая, ранняя культура, но очень полезная. Огурец состоит на 90% из воды, можно сказать. Но этой воде целебной растворено огромное количество питательных веществ. В первую очередь соли калия, кальция, фосфора и других микроэлементов. Фосфор и калий, и кальций дает уникальный такой лечебный эффект людей, которые страдают на повышение белка, там ревматики. Улучшается работа пищеварительной системы и сердечно-сосудистой. И ногти укрепляются, воздействие идет на сосуды хорошее. Огурец – это символ красоты и здоровья. Огуречные маски популярны у представительниц слабого пола. Они отбеливают кожу, осветляют загар, разглаживают мелкие морщины, делают кожу гладкой и свежей. Точно так же они воздействуют и на желудочно-кишечный тракт, очищая его и укрепляя стенки организма, ну вот этих всех органов, и оздоравливается человек. Но чтобы он был лечебный, мы должны, зная, чтобы в эту воду не попала никакая химия, не попали никакие соединения хлора, мышьяка и других, удобрения надо подбирать очень тщательно, использовать только очищенный. В данном случае мы используем полифит и живильную силу. Вы уже, наверное, видели, я еще раз прокомментирую, что Филипп делал. Он брал щепоточку вот этого удобрения, 20-20-20 полифит, сыпал в луночку, брал жменьку живильной силы, сыпал в луночку и все это тщательно перемешивал. Потом брал раствор биоглобина с текамином для корня и все это заливал. Потом мы видим, вот здесь залитая вода, Филипп, загортай, по самые ушки. Только вот желательно, если вытянулся огурчик, вот так его чуть-чуть наклон, Филипп, ладно? И вот наклон он это сделал, чтобы добавочные корни пошли. В посадке огурцов есть свои маленькие хитрости. Во-первых, ряды должны располагаться строго с севера на юг. Тогда ваши огурчики будут созревать более-менее одновременно. Во-вторых, расстояние в рядах от корня до корня должно быть 30-40 сантиметров, а между ряди желательно делать минимум 80 сантиметров. Это удобно и обеспечит растениям хорошую вентиляцию. Потом они вырастут и будут привязаны к этой шпалере. Я думаю, все понятно. Если кому что-то еще в следующих передачах вы захотите, чтобы я прокомментировал, обращайтесь или на Академ ТВ, или ко мне. Я все это еще раз могу повторить, если какие-то вопросы, рассказать. Академия 10-15 температура выше, чем воздух. И вот здесь придется вот эти теплички забеливать специальной краской, чтобы снизить температуру. Мы это тоже покажем, как мы их побелочку сделаем. Выращиваться здесь будет томат. Томат это раньше был любовное яблоко. Его там короли могли за большие деньги получать, так сказать, королевский дворец. Его привезли из Америки и давали как бы сильно тонизирующее средство. Такое же, как и лук. Потому что лук тоже воины брали на сражение. Перед сражением кушали одну луковицу, а вторую Александр Македонский вранцы у них держал для того, чтобы они скушали луковицу, чтобы потом мародерствовать после победы хорошо, чувствовать прилив сил. Вот такую силу имел лук, как бы возбуждающую. А вот помидор, он тонизировал и тоже как бы считался любовная, возбуждающая, так сказать, страсть яблока. Томат содержит большое количество сахаров. Есть определенные аминокислоты насыщенные. И есть вещества такие пектиновые и антираковые и другие, которые возбуждают и аппетит, и воздействуют на печень, и на поджелудку. И стимулируют очень сильно ряд внутренних органов. И насыщают кровь многими микроэлементами. Будем говорить, что это такой тонизатор. Но надо не забывать, что людям, у которых были проблемы, ну, болезнь Боткина раньше болели, или еще там с печенью проблемы, томаты категорически принимать нужно только после того, когда вы посоветуетесь с вашим лечащим врачом. Всем остальным гражданам просто рекомендую их потреблять, потому что это яблоко здоровья. Многообразие помидор мы здесь будем видеть. Есть и желтые, есть и красные, есть и черные. В желтых больше сахаров, в желтых больше бета-каротина, а вот в красных больше вещества ликопина антиракового и других веществ, которые возбуждают, поднимают жизненную энергию, тонус. Заканчивая, хочу сказать, что они богаты и калием, и фосфором. Это тоже хорошо влияет на вегетососудистую систему человека. Теперь о технологии. Выращиваем двумя методами томаты. Это вот начало февраля посадка, более ранее. А это вот в ящичках, то есть здесь корневой системой, еще так сказать. А здесь корневая система была закрыта в горшочках, ну в специальных рассадных горшочках. Видите, я обрываю листики. Для чего я их обрываю? Чтобы при посадке вот здесь образовались добавочные корни. Филипп как высаживает вот эти помидоры, поворачивая на юго-восток, чтобы корень тянулся в сторону юго-востока, вот так ложится. И вот он чем больше оборвет листиков, чем больше глубже посадит, тем больше, вот вы видите, здесь будет добавочных корней. Вот сейчас перед посадкой берет он живильную силу, перемешивает живильную силу, горсть обязательно, потому что, я подчеркиваю, земля песчаная. И туда дает он не вот это 20-20-20, что на огурцы, а дает он монофосфат калия или сульфат калия. Потому что если мы дадим 20-20-20, у нас помидоры так разрастутся, это будет темный лес. И вот он дает сюда щепотку монофосфата калия, для того, чтобы побольше было корней, побольше помидоров. Больше, две даже, на помидоры даже две. И хорошо перемешивает. Заливаем, как обычно, здесь биоглобин у нас, ну, смесь биоглобина и тикамина для укоренения. Пока он высаживает, что я могу сказать? Что ряды должны в данном случае располагаться с севера на юг. Для достижения этой цели мы вот не по длине протянули шпалеру, как говорят у нас, у попырек. Мы натянули ее поперечно, вот вы видите, через метр, как минимум. И когда они вот подрастут, помидорчики, мы вот так вот сюда их подвяжем. То есть все этапы дальнейшей жизнедеятельности данных томатов будут проходить у вас на глазах. Вот такая вот посадка, она довольно-таки трудоемкая, но она экологически чистая и полезная для нашего с вами организма. А ведь это и есть наша главная цель, ради чего мы все это делаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова